Дорогие друзья, я приветствую вас из нашей студии в Иерусалиме. Это программа «Открытая линия». Слава да будет Господу, мы приглашаем вас к участию, я приглашаю вас сделать репост, поставить лайк, как обычно, я это прошу сделать, вам это не сложно, а нам это послужит к продвижению данного видео, где бы вы ни смотрели, если вы смотрите на телевизоре, можете, конечно, для нас сделать такой шаг и войти в интернет и сделать все, о чем я прошу вас. Если нет, то расслабьтесь и просто принимайте от Господа Слово Божье. Сегодняшняя тема наша называется «Не рабщите между собой». Со мной в студии пастор Авель Станкевич из Решон Лицона. Он приехал специально для того, чтобы помолиться за вас и дать рекомендации, поделиться словом и что-нибудь еще. И также Ирина Галь с нами в чудесном расположении духа тоже просто ждет, чтобы помолиться, поделиться, сказать свои мысли. И, в общем-то, давайте перед тем, как все это произойдет, помолимся за ваши нужды, помолимся за вас. Я уже вижу, как вы мне пишете вот прямо напрямую отовсюду, вижу в списке молитвенных просьб ваши просьбы. Я сейчас зачитаю то, о чем вы просите молиться, по крайней мере, какую-то часть, вы знаете. И задам вам вопрос, дорогие телезрители. Этот вопрос звучит так. Как реагировать на ропот других? Мы будем говорить о ропоте, что такое ропот, как его охарактеризовать или понять, как он в вас, скажем так, является и как его вот так поймать. Что называется ропотом, что не называется. Вот мы сегодня будем об этом всем говорить в прямом эфире. Итак, вопрос для вас, как реагировать на ропот других. Напишите ваши мысли, напишите, как вы реагируете на ропот. Может быть, также я приглашаю вас участвовать в нашем обсуждении в студии. Может быть, вы что-нибудь нам дадите, какие-то рекомендации на те вопросы, на которые мы будем отвечать в студии. В третьей части я специально уделю время, внимание для того, чтобы больше поговорить, больше сделать акценты. И также, конечно, мы за вас будем молиться отдельными молитвами. И вот сейчас я приглашаю вас тоже помолиться за телезрителей, за тех людей, кто пишет нам прямо сейчас. Итак, Ирина из России просит помолиться за ее семью, за то, чтобы был мир Божий, чтобы пришел в дом, чтобы исцелил Господь меня и маму за покаяние брата и его сожительницы. Брат живет сожительницей, просит, чтобы они покаялись. Юля из Германии просит помолиться за полное исцеление Артема, чтобы перестала идти кровь из носа. Также за исцеление Роберта, Юлии, Татьяны, Владимира, Вальдемара просит помолиться за быструю чудесную реконструкцию террасы, чтобы помолились за устройство в жизни моего брата, за новую квартиру, работу, жену от Господа. Лина просит помолиться за Индиру, Радмира, Андрея, еще кого-то, вот у меня пропало, чтобы больше было жажды, познание Господа. Ольга Орлова просит помолиться, чтобы переехать в другую страну, постоянно возникают какие-то препятствия. Наталья просит за полное исцеление мамы Светлана, а мужа Павли, ему нужна встреча с Господом. Светлана просит молиться о полном исцелении, болит желудок. Лариса просит работу со свободным графиком. Елена за то, чтобы хорошая работа ЖКТ, за исцеление желчного пузыря. Лариса Наталья просит молиться за исцеление мальчика Кости, чтобы не разрушился сустав. Лариса просит молитв за исцеление пищеварительного тракта. Оливия за охрану Божью. Станислав новое начинание в жизни. Вера просит молиться за детей один годик высокой температуры 39,6. Мы помолимся, мы помолимся, мы помолимся. Прошу за мою маму Тамару. В четвертый раз увезли по скорой. Не могут установить диагноз. За устройство, за финансовое устройство, за работу мужа и дальше, дальше, дальше. Я вижу Оксану, Люду, Тату, Татьяну, Юлю, Эму, Галину, Викторию, Антонину, Татьяну, Наташу, Наталью, Анару, Викторию. Это вот все, кто сейчас пишет прямо и просит о благословении и покое семье, о муже Сергея, о детях, о нервной системе. В общем, вот такая вот ситуация. Мы молимся за вас, дорогие, мы просим, чтобы вы тоже подключались к молитве, проблема ли у вас или проблема у кого-либо. Мы знаете, что если вы смотрите наши программы, вы знаете, что Господь отвечает. Отвечает, и мы будем молиться и просить Бога, чтобы Бог совершил и решил ваши все проблемы. Отец Небесный, мы поднимаем перед тобой всех этих людей. Мы молим тебя, Господь, снизойди, Господи, и коснись каждого верующего человека, который нас смотрит, будет смотреть или смотрел, или, возможно, не будет смотреть. Но, тем не менее, Господи, все люди, о ком просят молиться, родственники, родные, близкие, дальние, Господи, кто бы это ни был, мы провозглашаем Твои ответы, Твое решение, Твое исцеление, Твое благополучие. Мы просим, благослови, Господь, там, где каждый человек находится, вразуми и дай ему откровения о Твоей любви, о Твоем снисхождении, о Твоем, Господи, помазании и присутствии во имя Иисуса Христа. Мы молим Тебя о встрече с Тобой, Господи, мы молим Тебя, встреться с этими людьми, всеми, кто ходит без Тебя, Господь. Мы молим Тебя, чтобы Ты обратил их сердца к Тебе, Господи, во имя Иисуса Христа. Мы провозглашаем, Господь, Твое имя над каждым человеком, о ком просит молиться. И мы благодарим Тебя, Господь, что Ты наш Господь, который послал своего сына, он умер на кресте, для того, чтобы, Господи, воскреснуть и для того, чтобы мы в Тебе имели воскресение жизни и исцеление, Господи. Мы благословляем Тебя, мы уповаем на Тебя, благослови этот эфир, Господь. Дай нам дух премудрости и откровения, Господь, и понимание, и помазание, и действуй, Господь, в нас своей силой, которой Ты воздействовал во Христе, воскресив Иисуса Христа из мертвых. Мы полагаемся на Тебя и уповаем на Тебя всецело, Господи, во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа благодарим Тебя, благодарим Тебя, благодарим Тебя. Уже я вижу, дорогие, вы уже пишете, пишете и отвечаете, и реагируете на мой вопрос, который я задал вам, как реагировать на ропот других людей. Вот спасибо тем, кто уже написали и продолжайте писать. А мы пока дадим определение слову ропот, что такое ропот, и какие можем применить вот такие примеры ропота. Пастор Авель, расскажите нам, что вы думаете по поводу ропота. Есть он, нету, или это старославянское слово, которое далеко осталось в прошлом в Библии, а сегодня мы просто в нас его нет сейчас. К сожалению, ропот есть, он не может не есть. А ропот есть. Да, ропот есть. На самом деле, я думаю, что о ропоте, ну, объяснять, что такое ропот, можно просто заглянуть сейчас в любой толковый словарь, но исходя из библейских пониманий того, что это такое, это высказывание своего собственного недовольства по отношению к тому, что происходит, по отношению к тому, что, какова воля, будем так говорить, Всевышнего по поводу нас, и высказывание претензий, открытых претензий кому-то или чему-то. Ну, то есть, к примеру, по-моему, если я не ошибаюсь, 94-й псалом говорит о том, что мы не должны роптать и ожесточать сердце свое, как это было при Мереве, когда разгневали Господа. То есть, у Бога, Бог говорит, мои пути не ваши пути, и мои мысли не ваши мысли. Мои замерения о вас во благо, а не во зло, и я знаю, что нужно делать, чтобы вы имели будущность и надежду. И если мы доверяем Богу, и мы понимаем, что Он держит все в руках, и Он контролирует любую ситуацию, и Он выводит нас своими путями, и возводит нас на вершины для нас недосягаемые, и делает все максимально для того, чтобы мы действительно состоялись, но это некомфортно для нас, мы к этому не привыкли. То есть, это противоречит нашим привычкам, каким-то нашим мыслям, нашим намерениям. Может быть, это никак не сопоставляется с нашими целями, как, например, евреи сказали, мы в Египте на кастрюле с мясом сидели, а тут вот покушать нечего, собственно говоря. То вот это и есть ропот. То есть, мы проявляем, собственно, недовольство по отношению к тому, что происходит, особенно если мы говорим о воле Божьей. И Писание также в Новом Завете говорит нам, что великое приобретение быть благочестивым и довольным. Да. Что значит довольным? Довольным это не значит, что нужно всегда сидеть вот и радоваться, несмотря ни на что там. Ой, там, знаете, там, ракеты над головой летают, нужно быть радостным. Нужно быть довольным тем, что Бог хранит нас в любой ситуации. Если он что-то допускает, как все... Вот его была моя одно время очень... Не то что такая самая читаемая книга, но любимая моя книга, потому что я проходил в своей жизни очень тяжелые испытания. И для меня это было действительно... ...испытание, как он говорит. Поптать не было. Мне было... Фактически, да, был прокат. Почти 8 миллиардов людей живет на земле. И каждого из них Бог любит особенно. Любая нужда человека имеет значение для Небесного Отца. Кулцентр телеканала ТБН принимает звонки и обращения, о которых молятся Божьи служители в молитвенных центрах. Доверьте нам свои просьбы, ходатайства и свидетельства. Все молитвенные команды нашего телеканала ежедневно молятся именно о вас. Мы верим, что Господь желает активно участвовать в вашей жизни. И сейчас по этой молитве Господь изливает благодать. Когда мы объединяемся в молитве, присутствие Божье и сила Его ответа увеличиваются многократно. Сайт телеканала ТБН – это уникальная интернет-площадка, на которой происходят естественные вещи и сверхъестественные чудеса. Смотри уникальные авторские программы и прямые эфиры из Иерусалима, Петербурга и других точек мира. Присылай свои молитвенные просьбы и делись свидетельствами. Читай новости, эксклюзивные статьи и Библию. Помогай нуждающимся. Наполняйся Словом Божьим через проповеди известных проповедников. Сей в вечность и будь счастлив вместе с ТБН. Каждый из нас время от времени сталкивается с трудностями. Отчаяние, апатия, уход в себя не решат проблему. Поверь, у Бога есть отличный план для твоей жизни. Телеканал ТБН каждый день ходатайствует именно за тебя. На протяжении многих лет психолог-душепопечитель Вера Александровна ЦИС консультирует наших зрителей в самых непростых ситуациях. Слово можно ранить, слово можно исцелить. Слово, оно даже простое, любое слово, оно имеет огромную силу. Ежедневно мы получаем множество благодарных откликов о ее работе и помощи людям. Благодарю за служение душепопечения. Я поговорила с Верой Александровной по поводу моего непрощения. Она помогла понять и простить себя. Я очень благодарна Богу за Иисуса. Спасибо телеканалу ТБН за все. Вы, ребята, истинные служители Иисуса Христа. Я получила консультацию Веры ЦИС. Спасибо большое. Она мне очень помогла, мне стало легче, и я вижу цель в жизни. Буду менять свое мышление, благословений. Спасибо, что помогаете нам. Если ты нуждаешься в совместной молитве, поддержке, разумном совете и психологической помощи, просто позвони нам. Вместе мы сможем найти выход из любой ситуации. Доверься Богу, ведь Он никогда не даст поколебаться праведнику. Любимый телеканал «Смотри в Ютубе». Канал ТБН в Ютубе – это Слово Божье, молитвенная поддержка и духовное ободрение круглосуточно. Мы внимательно относимся к контенту, и поэтому тщательно готовим для зрителей уникальные авторские программы. Слово от лучших мировых служителей, прямые трансляции служений, эксклюзивное интервью, развлекательные и познавательные программы на любой вкус. Подпишись на телевидении без насилия в Ютубе, и ты присоединишься к сообществу близких по духу. Ставь лайки, пиши свое мнение в комментариях, отправляй молитвенные просьбы, делись понравившимся видео в соцсетях. Для тебя полный архив программ ТБН и удобный поиск по плейлистам. ТБН – содружество неравнодушных и сопричастных людей. Мы ждем тебя! И не забудь кликнуть на колокольчик, чтобы быть в курсе актуальных новостей христианского мира. Поддержи нас лайками, подпишись на наш телеканал, нажми на колокольчик, и будешь получать самые актуальные новости христианского мира. Музыкальные новинки известных христианских исполнителей. Воршип-коллективы, поклонники и левиты. В эфире ТБН каждый день. Специально для тебя мы регулярно обновляем наш плейлист, чтобы ты мог прославлять Бога в любое время. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. В погоне за успехом, не упусти главное. Будь героем там, где близки, нам самые-самые. Где нет оваций, толпы, где наши жены, родители, дети и настоящий ты. Поклоняйся вместе с нами. Смотри клипы на ТБН и ощути прикосновение Святого Духа. Ведь Бог живет в словословии своего народа. Прожить свой день так, чтобы стать для кого-то благословением – достойное желание. Знать, что кто-то получил спасение благодаря твоему решению жертвовать – это счастье. Давайте вместе сделаем этот мир лучше вместе с программой «Тысяча по тысяче». Телеканал ТБН ищет тысячи людей, которые будут жертвовать каждый месяц по тысяче рублей на развитие христианского телевидения. Благодаря тебе множество людей по всему миру сможет услышать благую весть, обрести спасение и стать частью большой христианской семьи. Вместе мы сделаем этот мир лучше. Каждый милосердный поступок, продиктованный любовью, – это ступень лестницы, ведущая к небесам. Современная Россия насчитывает почти 200 различных народностей. Из них 47 – это малые народы. Среди них есть и те, чья численность составляет единицы. Живя зачастую в суровых краях, где зима длится почти круглый год, а единственная связь с внешним миром осуществляется только через спутник, эти люди оказываются отрезанными от внешнего мира, ощущая обособленность, а порой и одиночество. Многие из них теряют интерес к жизни. Почти все они никогда не слышали об Иисусе. Телеканал ТБН видит частью своей миссии достижение Евангелия малых народов России, помогая им обрести спасение. Мы продолжаем активную работу по установке тарелок в поселениях и регионах, где это возможно, чтобы люди могли смотреть телеканал ТБН и получать духовное назидание и ободрение. Каждая спутниковая тарелка – это шанс на новую жизнь. Сделай свой посильный вклад в распространение Евангелия среди малых народов вместе с нами. Нам нужна Твоя помощь. Свяжись с нами сейчас и узнай, как сделать пожертвование. Мы горячо молимся за эту землю и многие народы, которым еще предстоит услышать Евангелие Иисуса Христа. Новые друзья, приятное общение, интересный досуг и радость Божьих откровений. Подключайся к телеканалу ТБН в соцсетях. В наших группах ты найдешь поддержку, ободрение и, самое главное, узнаешь больше о Господе. Всегда и везде мы готовы выслушать тебя и помолиться за восполнение твоих нужд, ответить на вопросы и разделить радость общения. Специально для тебя. 24 часа в сутки. Присоединяйся. Позволь Богу позаботиться о тебе через ТБН. Что помогает команде ТБН производить интересный и полезный контент, поднимать важные и спорные темы для обсуждения, отвечать на самые актуальные вопросы, молиться именно о ваших нуждах. Конечно же, обратная связь от наших зрителей. Вы можете в любое время оставить свое мнение о прямом эфире, программе или служении, выразить поддержку или даже несогласие, попросить молитвенной помощи или прислать свое свидетельство Божьей славы, подключиться к живому общению в соцсетях или Ютубе. Все ваши просьбы о духовной поддержке направляются в наши молитвенные центры, где о вас ходатайствуют служители из разных церквей. Но и это еще не все. Божьи помазанники в прямом эфире из Иерусалима и Петербурга молятся о вас три раза в неделю и прославляют Господа вашими свидетельствами, которые вдохновляют всех телезрителей и укрепляют их веру. Нам важен каждый отклик, ведь мы трудимся для вас. Как смотреть общественный телеканал ТБН? Легко, удобно, доступно. Мы ведем вещание через самые популярные спутники. Если вы еще не являетесь абонентом кабельной сети, то заказать антенну и ресивер ТБН можно у ближайшего установщика оборудования. Предпочитаете смотреть программы ТБН на компьютере? Интернет-вещание в отличном качестве доступно на tbndfistv.com или установите мобильное приложение нашего телеканала на Android и Apple устройства. Смотрите любимые программы на сайте или через Smart TV. Наслаждаться нашими программами можно на всех мобильных устройствах, а также на сервисах для просмотра. Crystal, Pierce, Cartina TV и Яндекс.Эфир. Присоединяйтесь к миллионам зрителей телевидения без насилия. Начать с малого можешь и ты. Хочешь быть евангелистом, но не знаешь, с чего начать? Для этого не обязательно уезжать на миссию в далекие страны. Стать проповедником Евангелия можно уже сегодня. Благотворительная программа ТБН «Твоя миссия» поможет тебе говорить об Иисусе по всему лицу Земли. Наше вещание распространяется на 189 стран мира. Пусть твой голос услышат все народы. Делай посильное пожертвование ежемесячно и достигай миллионов людей для Христа с помощью программ телеканала. Ежедневно к нам присоединяются сотни людей, желающих внести свой вклад в проповедь о спасении. Мы ждем именно тебя! Друзья, мы продолжаем. Мы переходим к следующему блоку, к следующей части. Я напомню вам, мы говорим о ропоте. Наша тема называется «Не ропщите между собой». Вопрос, который я задавал вам, дорогие телезрители, звучит так. Как реагировать на ропот других? Вы уже начали с прошлого эфира, с прошлой части мне писать. Я это дело все фиксирую. В третьей части мы уделим этому большое внимание. И мы продолжаем. Я вот хотел уделить буквально несколько минут такому событию, которое празднуется сейчас в Израиле. Это день независимости. Йома Цмаут на нашем языке. Это так звучит. И вот я хотел немного, чтобы Авель Станкевич, пастор, нам рассказал что-нибудь об этом празднике. На самом деле, об этом празднике можно очень много говорить. Я не буду занимать время, потому что и так получилось, что мы первый блок пропустили. Независимость Израиля, на самом деле, это очень специфический праздник, потому что мы знаем, что многие страны объявляли независимость от чего-то, независимость от каких-то законов, от каких-то колонизаторов и так далее. Израиль объявил независимость ни от чего, потому что Израиля не было на момент 48-го года прошлого столетия. И Израиль появился просто по решению Лиги наций или организации объединенных наций, я не помню, как она тогда уже называлась. И Израиль стал независимым государством здесь, вот в границах того, что определила ему Лига наций. И вот с этого момента начинается, на самом деле, борьба за независимость. И если говорить такую длинную историю этого, можно, конечно, увязывать много моментов, но я скажу вам, что если вы слышали, когда вы читали текст израильского гимна, он до сих пор звучит, что пока есть надежда оказаться здесь после 2000-летнего скитания. То есть до сего дня Израиль стоит костью в горле у многих стран, находящихся здесь в регионе, да и не только здесь в регионе. И это является таким плацдармом демократии здесь в этом регионе. Израиль до сих пор борется за свою независимость, до сих пор, к сожалению, есть жертвы независимости Израиля, до сих пор Израиль проводит войны и операции по предотвращению терактов. На сегодняшний день количество жертв уже превысило 23 500 человек, к сожалению. И вот мы сейчас, до сегодняшнего момента, буквально полчаса назад, закончили День памяти павших за независимость Израиля. Причем это с некоторых времен День памяти павших и жертв террористических актов. И сейчас, буквально через несколько минут, начнутся празднования Дня независимости. Это большой праздник, 73 года, как государство наше существует, и оно будет существовать, потому что это обетование Господа. Думаю, будет отдельная передача этому, когда-нибудь посвящена пророчеством. Но это действительно великий праздник. Страна возникла в одну ночь, как и было обещано Богом. Бог собрал сюда со всех, и продолжает собирать со всех уголков земли своих детей. И здесь уже пустыня стала садом. Короче говоря, очень много пророчеств сбывается у нас здесь. И сегодня мы празднуем праздник, День независимости Израиля. И вас с ним поздравляю тоже. Спасибо. Поздравляем всех вас, дорогие телезрители. Где бы вы не находились на самом деле, если бы не этот праздник, наверное, нас бы не было здесь. Мы не вещались бы из Иерусалима отсюда. Может быть, какие-то другие обстоятельства были, но тем не менее. Знаете, интересно, что говоря о ропоте, мы говорим с вами о том, что... Конечно, мы говорим о евреях, которые роптали в пустыне. И апостол Павел уникальным образом использует этот случай, этот момент, для того, чтобы нам сказать, чтобы мы не поступали так, как они. И чтобы все-таки мы вошли вот в эту землю обетованную. И вот я думаю, что сейчас Израиль имеет землю обетованную, и тем не менее... Все равно ропчат. Все равно ропчат. Все равно, говорит, вот остается тот день, когда мы войдем в эту землю обетованную. Вот давайте об этом поговорим. И уже вот в первой части немного ты уже делал вступление в отношении ропота. Что такое ропот? И примеры ропота, да, и в своей жизни немного тоже показал. Вот, может быть, ты так подведешь эту точку, и Ирина отреагирует. Да, так я остановился, если я правильно помню на том, что я разговаривал с Богом, потому что для меня любимая книга, на тот момент была книга Иова. Дело касалось моего здоровья и касалось целостности моего физического тела. Уже много раз рассказывал, об этом не буду повторяться. Я просто читал Иова и понимал, что разговаривать, то есть предъявлять претензии я могу только к Богу, потому что он держит все это в руках. Он держит меня в руках, он держит больницу в руках, он держит врачей, он держит все, что будет там происходить. И разговаривать с людьми можно, конечно, но все это будет как раз вот как будто я разговариваю со своими друзьями Иовцами, да, друзьями Иова. Потому что у них у всех правильный совет, они меня любят, они приходят меня утешать, они приходят меня поддерживать, подсказывать что-то, но это не Божьи мысли. Поэтому граница вот эта вот размытая между ропотом и высказыванием своего мнения, выяснение, будем так в кавычках, отношения с Богом, это очень тонкая граница. Понятно, что я считал, что я ропщу, потому что если уж я доверяю Богу, то нужно доверять Нему до конца и перестать предъявлять претензии или заявлять, ну где, ну сколько, ну когда. И я просто, наверное, скорее всего предъявлял претензии Богу, почему это все происходит, почему сейчас, почему вот у нас молодая церковь, и меня там нет, и уже вот месяц я лежу в больнице, и сколько же можно. Но у меня было четкое обетование, у Иова, он был болен проказой, проказа разрушает тело физическое, то есть люди остаются без конечностей, без кусков кожи и так далее. Но мы видим в конце, что он стал абсолютно здоровым человеком, и Бог его вдважды благословил. Да, он прошел это. А у меня тут речь идет всего-навсего об одной больной ноге, ну, об одной больной ноге. Ну, это такое дело, да. И я думаю, если Бог сохранил его все тело, то мне ногу однозначно сохранил. Я просто покаялся в своем ропоте, я не знаю, насколько это было глубокое покаяние, но вы знаете, с этого момента произошел перелом. И это было большое свидетельство для многих там людей, потому что, я уже говорил, что в то отделение попадают люди, чтобы уйти без конечностей. А я ушел тут на своих двоих ногах, это было для многих большое свидетельство, даже для моего врача-атеиста. Слава. Поэтому... Ирина, что вы скажете насчет ропота и примера ропота, так, чтобы люди понимали? Я хочу сказать, что ропот, он пришел вместе с искушением уже для Евы, в общем-то, потому что ропот, он очень, так сказать, древний дух, да, древнее состояние, потому что вместе с тем, что дьявол пришел и сказал, вот с этого дерева вам почему-то нельзя есть, потому что вы станете такими же знающими, да. И тогда первое, что, я думаю, появилось, как у всех людей в голове, это типа, а почему мне нельзя-то вообще? Ну, почему нельзя, тоже хочу, что, почему, и так далее. И очень пограничено это с тем, что с недовольством, с бунтом, да. Но ропот – это именно недовольство, ситуация, но вот то, что говорил Авель, например, есть, например, критика, да, есть позитивная, очень конструктивная, например, критика ситуации, да. Вот это плохо, это хорошо. Чем отличается от ропота? Тем, кто ропщут, во-первых, они обязательно ищут виноватых. Они относятся не к событию, не к тому, что вот это произошло, да, не будем искать виноватых, а просто чисто конструктивно подойдем и решим, что можно изменить, кто за это отвечает, не переходя на личности, скажем так, да. Да, значит, ропотники, они обязательно найдут крайнего, и они будут входить в осуждение, в обвинение и так далее. Это первый момент. Как Адам. Как? Бог пришел, сказал, что ты сделал, что ты сделал, он говорит, жена, которую им не дал, то есть ты виноват, она виновата, все виноваты. Когда в пустыне тоже ходили вот евреи, да, там Аарон и Моисей говорят, ропот ваш не на нас, как бы, да, вот есть такое место, ропот ваш на Господа. Да, вот почему так? Они явно пока, потому что претензии были, типа, ну, мы вас вывели, мы послушались Бога, да, ваши претензии, что там нам здесь вот этого не хватает того, но мы-то вам, как бы, этого не обещали, да, как бы, мы тоже послушались, мы тоже жертвы в какой-то степени, да. Вот, поэтому они перенаправили, как бы, предупредились, что ли, сказали, ропот, да, почему? Потому что ропот обязательно должен найти объект, обязательно, да, это первый момент. Второй, ропот бездейственен. То есть это просто, вот, люди, которые ропотники, как это правильно, ударили и поставили? Ропотники. Ропотники. Да. Мало того, что найдет виноватых, для них это комфортная ситуация, зона комфорта. То есть вот иногда говорят, да, ну, выйдите, ну, сколько уже можно, вот вам плохо здесь, здесь, но они не хотят оттуда выйти. Им, это называется комфортная ситуация, они нашли виноватых, они сроднились с этим, на себя, как бы, это надели, да, и они ничего не меняют, потому что менять надо самому меняться. Они, ропотники, не любят меняться. Они предпочитают найти виноватых и успокоить свою плоть, успокоить свою душу тем, что виноваты не они, а иначе она сожрет их. Если они будут, ну, как бы, ну, их все время говорят, мне надо что-то делать, то тяжело делать-то, не хочется. Себя менять очень-то сложно. Вот. Самая тяжелая работа меняется. Как только ты к себе переходишь, ты думаешь, не, 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 лучше кого-то другого. Ну, и потом, люди любят, когда их жалеют. А когда они жалеют, значит, кто-то должен быть виноват. Я жертва. Да. Вот когда я жертва, меня все пожалеют, ко мне все придут, меня все поймут. А потом это так долго. То есть, Господь говорит, кого пожалеть, пожалею. Но это же он пожалеет. Мы же наши мысли не его мысли. Мы хотим, чтобы он нас жалел. И еще ропотники, они как бы, то есть, первое это условие, это все время есть объект, ну, субъект какой-то, на кого направляет ропот. Второй момент, это нежелание выйти из ропота. То есть, они хоть и говорят, что желают, но если вы когда-нибудь разговаривали с ропотниками, вы им что-то говорите, а они, да, 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 но они придут к вам на следующий день, будут повторять то же самое. Или вы, если перестанете слушать, они будут говорить другим людям, да, и они ничего не меняют. То есть, у них вот таким образом. Они говорят, я такой, потому что вы такие. Если бы вы такие не были, я бы такой не был. То есть, начинается вот все переведение. Да, все из-за вас. Вот вы ко мне так относитесь, поэтому я такой. Вот они ко мне так относятся, поэтому я такой. Они не видят, что на самом деле, есть же очень простая формула. Вы говорите все время про них. Почему вы говорите про них, а не про нас? Хорошо, про нас. Мы, да, почему они не говорим мы? Ту же ситуацию с собой разговаривали. Я разговариваю, да, было, да, есть обстоятельства. Они там где-то. Это обстоятельство, оно было, ну, среди наших, мы же не такие, да. Мы не такие, это они, да. Была ситуация конкретная, да, в которой мне нужно было как-то отреагировать на нее, чтобы получить соответствующий результат. Результат не зависит от ситуации. Ситуация, она была, есть, будет, она не одна, она создана. Это как бы то, что есть. Результат всего этого зависит от того, как я прореагирую на эту ситуацию, что я сделаю в связи с этим. И большинство людей как бы не хотят реагировать, они принимают решение не принимать решение. Потому что они считают, что самое выгодное решение. Но это не выгодное решение, это увести себя в еще большую какую-то проблему. Поэтому нужно правильно отреагировать на ситуацию, не искать виноватых. В первую очередь, как сказал Иера правильно. Второе, нужно перестать думать, что ситуация не изменится, поэтому ничего в жизни не изменится. Нет, если мы начнем менять свои действия, то возникнет другая ситуация. И третье, нужно просто понять, что результат зависит только от того, какое решение мы принимаем. Да, вы так все просто взяли и ответили на все вопросы, которые у меня в списке, но... У меня есть пример, вот прямо сейчас. Да, пожалуйста. Вот, например, смотрите, я сюда приехала, да? И у меня очень такой подъем, как ты сказал в начале передачи, да? Вот я вижу, нам задает Золотарева Валентина вопрос, ропот значит жаловаться, правильно? Да, да, на ход. То есть это жалобы, это жалобы на ситуацию, на людей, на обстоятельства, на Бога. Жаловаться, от слова вызвать жалостью. Жаловаться, но еще... Жаловаться, это жаловаться, но опять же... Жаловаться, это жалеть себя в этот момент? Да, жалеть себя и вызвать жалость у других к себе. Именно у людей, не у Бога, у людей. Что мы все против меня? Мы же знаем примеры из Писания, да, где Моисей имел эти проблемы. Вот в исходе мы видим ситуацию, когда написано, Моисей имел проблемы, да, с роботом народа. И народа, и своего собственного. Когда он подошел к Красному морю... Он как раз, да. Он начал кричать Богу, что ж делай, что ж ты меня привел? Да, а Бог говорит, что ты кричишь на меня, что ты кричишь, да, возьми палку. Да, да, он так говорил, да. И как раз вот этот момент, когда они выходили из Египта, видимо, они очень привыкли жаловаться в Египте. Видимо. Эту часть они переносят уже в пустыню. А рабы всегда жалуются. Да, они жалуются, они жалуются, жалуются. И потом вроде все, он пообещал им, вывел их, уже они вышли, победили, уже увидели, как все произошло. Там, да, мы видим, Песох произошел. Они выходят, видят, через Красное море проходят, и там начинается ропот. Ропот и воспоминания о том, что они сидели, оказывается, там у котлов с мясом, а тут есть нечего, да, в общем-то. И они начинают предъявлять Богу, и мы видим с вами в исходе 16 главе, с 7 по 12 стих, но это не одно место, потому что дальше повторяется ситуация в числах, и практически везде, да. Написано, Моисей говорит такие слова. Утром увидите славу Господнюю, ибо услышал он ропот ваш на Господа, и мы, что такое, что, а мы, что такое, что ропчете на нас. Дальше написано, Моисей сказал, узнаете, когда Господь вечером даст вам мясо в пищу, и дальше мы знаем и мясо, и хлеб, да, манна пала, и написано, предстанете пред Господом, и, в общем-то, он объясняет. То есть Бог верен, Бог отвечает, но не прямо в тот момент, когда они вот прямо захотели, потому что они только захотели, и сразу начали капризничать, как дети. Потому что они воспринимали Бога, как джинны из бутылки. Раз, потер бутылку, вывезли. Но, видимо, в Египте вот такое происходило, да, шаманство такое было. Да, шаманство, и потом еще, смотря, например, в числах, там Бог говорит за то, что вы ропщите, за то, что ты, как бы, я вам все даю, а вы продолжаете. Да, он за это наказывает. Вы не будете, и там погибло, да, и какая-то, там из-за разных есть прибыли в деянии, еще какие-то идолопоклонства, да, и в том числе вот этот вот ропот, из-за этого умертвило, там погибло много людей. То есть это, на самом деле, они в принципе, я вот вообще к этому отношусь так, что погибли они не потому, да, Бог их наказал, но они в принципе не могли войти в новую землю, потому что с этим мышлением они бы там жаловались. Потому что человек, который жалуется, который ропщит, ему не важно, где он, он все равно будет роптать, он видит, вот это, знаете, я читала одну книгу одного человека про страх. Он пишет, что страх, вообще даже психологи вот вообще призывают, что страх и психиатры, что какая-то субстанция такая, вот, ну, непонятная, типа субстанция, в которую, если ты попадаешь в эту субстанцию, как бы в какую-то среду, да, то все, что не происходит вокруг, ты видишь сквозь через эту дымку, через эту субстанцию, да. Да, поэтому неважно, где ты, да, безопасно, ты будешь бояться, так и ропот. То есть, если ты ропотник, да, где бы ты ни был, ты все равно будешь роптать. Нести это с собой. И я приписываю это вот, если говорить о рабском мышлении, да, то, например, ропот – это часть рабского мышления. Когда ты, в принципе, раб обстоятельств, людей, которые, ну, что-то сделали, ты недоволен, то есть, ты не при… ты, как бы, зависим постоянно, ну, так, вот такое мышление, вот они не сделали, это не тот… То есть, и ты чувствуешь, вот, если бы они сделали, вот тогда было, ты раб. Это называется обусловливать свое счастье или свой успех. Вот, если бы у меня было вот это, то я был бы таким, или если бы я учился тому, то я был бы… То есть, недовольствоваться тем, что есть, а все время думать, что тебе что-то не хватает, и кто-то в этом и налад. Это как раз невеликое приобретение. Вот, смотрите, как Бог относится к ропоту на него, как вы думаете? Ну, вот он мертвел. Он до сих пор так относится? Я думаю, что… Или он смягчился? Бог написано вчера, сегодня, всегда один и тот же. Но мы знаем, что Новый Завет, он отличается от Ветхового Завета тем, что Бог оторвинул свою судь на последний день. Но я… Но Христос еще принял на себя удар. За кого же он принял? Он не за себя, а за нас принял. Да, да, но все же… Даже за ропот? Бог все еще не сидит нога на ногу и не ждет, когда закончится все, и нужно будет сжечь эту землю. Он все-таки еще действует. И он действует как… Здесь тебе скажут, что он находится в покое. Возможно. Но я же… У тебя он действует, у кого-то он не в покое. Он все совершил. Я считаю, что на данный момент в моей жизни Бог работает таким образом, что если я выполняю волю Божью, делаю все, что зависит от меня максимально лучшим способом, все остальное он делает. Потому что моя часть, она очень маленькая, все остальное это Божья часть. Когда я начинаю роптать на Бога, он перестает устраивать мою жизнь. Он говорит, ну хорошо, ты не доверяешь мне? Попробуй сам. Я там же, где ты от меня отвернулся. Я возвращаюсь на Божьи пути, и он начинает даже врагов моих примерять со мной. То есть, Бог действует сегодня не умертвлением меня, а он действует так, что он говорит, окей, попробуй сам. Он дает мне возможность попробовать. Если у меня получается, что вряд ли, то значит, он говорит, ну окей, твоя взяла. Но такого не произойдет. Потому что мы знаем, что Бог, он все держит, и он все держит в своих руках. Если бы он так реагировал на ропот сегодня, наверное, никто бы не выжил. Я думаю, что, да, во-первых, а во-вторых, я, знаешь, я немножечко, с одной стороны, согласна с Эвелем, да, но есть вещи, которые я немножко, может быть, по-другому смотрю. Например, вот когда ты сказал, что Бог в покое, да, я вот отношусь к этому именно таким, то есть, Бог, когда все сотворил, он сотворил законы духовные. Например, что посеешь, то и пожнешь, да. То есть, он не вмешивается каждую минуту в мою жизнь. Вот я посеял, он проверяет, посеял, надо позаботиться, чтобы это выросло. Я отношусь к этому так, что вот закон, он включен. Действует закон. Он как будто его, да, включили, и он действует. Вот хочу я, не хочу, спит в это время Бог, да, или что-то, да, но вот он работает. И вот я, когда я соблюдаю закон, ну, вот, образно говоря, закон, я имею в виду то, что... Да, законы мироздания, да. Когда я соблюдаю сотворенные Господом законы мироздания, даже люди, которые, вот я смотрю на некоторых людей, успешных людей, да, я знакома лично с некоторыми очень успешными людьми, и душевные, я скажу, да. Да, да, я не вникала в их жизни, это самое, духовную, я думаю, что как-то они верят, видно это, это не видно, как они верят, но они настолько глубоко понимают вот некоторые вещи, что даже, ну, вот я считаю, я учусь у них, да, законами мироздания, вот этого именно. Что, исполняя эти законы, веря, что это все работает, вот это все вкладывая, они преуспевают, процветают. Также и деньги, и душевные вещи, да, например, пусть твоя рука не видит, вторая не знает, что делает ты, вот это все. Вот, поэтому я считаю, вот когда про ропот тоже, да, просто ропотник, он не может по определению, вот как в Ветхом Завете Бот показал, он по определению не может войти в приготовленное новое, ну, никак. Так, пока он вот не покается, и вот перед этим новым, скажем, перед дверью не встанет, на кого-нибудь скажет, все, я как бы хочу изменить мышление, в раз это не получается, вхожу в новую дверь, Господь, где твои законы работают, потому что знаю, что вот этот ропот не работает, а хочу, хочу благословение. Нет, он работает, но работает против человека. Против, да, я имею в виду, да. У меня есть вопрос, в чем разница между ропотом и обличением? Есть ли разница? Ну, должна быть какая-то разница, ну, вот попробуйте ответить. В смысле обличение? Обличение, ну, знаете, как бывает, вот кто-то недоволен дома, и ему говорят, не ропщи, не ропщи, не ропщи, не ропщи, и вот в большей части даже в христианской церкви это можно встретить. Это очень страшно. То есть, никто не должен вообще, ну, роптать, а это значит, что ты ничего не можешь даже сказать, когда что-то не так делается. Знаете, как люди говорят, когда там кто-то осуждает грех, ему говорят, не суди, не ропщи, не то, не сё. И получается, мы такие должны стать амебные такие, вообще не реагирующие. Ропщи в голове. Не на зло, не на что, да, и даже обличить человека в чем-то мы тоже не можем, получается. Можем. Вот, да, вот, пожалуйста, проведи эту линию. Просто нужно, я считаю, да, уже мое такое мнение, но мне кажется, что вот, когда мне это объяснили, для меня много стало понятно, и я, как бы, когда объяснял то же самое другим, тоже стало понятно. Вот Бог, скажем так, давайте разделим в данном случае Бога на Отца, Сына и Святого Духа, да, Иисус, Он наш ходатай, Он не может нас ни в чем обвинить, Он нас оправдал, да, своей кровью. И Святой Дух, Он есть свидетель всему этому, да, а Бог судья, праведный. И что делает оправдатель? Он говорит, да, есть грех, но он омыт кровью Иисуса Христа. Да, есть грех, но есть покаяние. Да, есть грех, но есть плоды этого покаяния. Что делает обвинитель в этот момент? Он приходит и говорит, есть грех. Грех, точка, есть грех, Иисус говорит, есть грех, но он омыт, и Святой Дух свидетельствует об этом, судья принимает решение, оправдан кровью Иисуса Христа. Есть обвинение, есть обличение и есть ропот. Что такое обвинение? Это когда я прихожу и просто заявляю, ты виновен. Что такое обличение? Ты виновен, но вот выход, в данном случае вера в Иисуса Христа. То есть, прими Господа Иисуса Христа, и таким образом спасешь себя и весь свой дом. А ропот? А ропот, это когда я прихожу и говорю, ну вот вы видите, как все плохо, видите, как вот, а вот так, вот если бы вот так, то было бы лучше. Я как бы и не обвиняю, но и не показываю выход из этой ситуации. Я просто вот начинаю, что называется, конючить по любому поводу. Бог этого не любит, потому что Бог говорит, есть выход. Иисус говорит, через Него можно войти в Царствие Небесное. Есть выход. Мы же все стремимся в землю обетованную, то есть в Царствие Небесное, грубо говоря. А как без Иисуса Христа туда войти? А чтобы войти туда через Иисуса Христа, нужно принять Его жертву милостивления. Чтобы принять Его жертву милостивления, нужно в Него веровать, как в Господа и Спасителя. Нужно поменять свое мировоззрение. Перестать обвинять, перестать жаловаться и конючить. Начать верить и меняться. Что-то делать в другую сторону. У меня есть пример такой субъективный, мой личный в молитве. Я замечал какое-то время, я помню, у меня что-то накопилось внутри, я начинаю молиться. И если я начинаю молиться, как раньше я молился, просто формами, вот форма, прихожу во имя Иисуса Христа и не обращаю внимания ни на что, что у меня на сердце тяжесть или нетяжесть, на человека, не на человека, то я не могу войти в Его присутствие. Понимаете, да? То есть мне эту тяжесть, с ней что-то нужно сделать. Теперь, я через какое-то время мне показали и рассказали, что мне нужно молиться, как Давид. Давид сначала выгружал все, что у него было. Он так выгружал, выгружал. И потом мы видим псалом, да, ну в большей части есть разные псалмы, структура, но тем не менее, он сначала вроде бы жалуется, и потом он это все отдает, и дальше начинается восхваление, восхваление, восхваление и все остальное. У меня были вот подобные переживания, но было такое у меня, что когда я прихожу с какой-то жалобой на сердце, я говорю, господи, там меня, не знаю, обидели, или что-то со мной случилось, или вот этот человек, или тот, или я сам там. Если я нахожусь все время в этом, никакого присутствия я не переживаю. Мне все равно в какой-то момент нужно перейти, отдать вот эту часть. Если я в нем нахожусь, вот в этом ропоте, скажем так, то ничего не происходит нормального. Я нахожусь, нахожусь, я не переживаю. Но есть момент, когда я выгружаю, есть момент, когда я принимаю от него уже благодать, помазание. Я, знаешь, вот к этому отнесусь, то же какое-то, вот то, что Авель сказал, оно действительно очень функционально на самом деле. Вот так вот, да? А еще я вижу вот в этом какой-то определенный второй какой-то слой еще. Вот смотрите, как бы, вот когда Бог судья, и Он действительно, говорит, там виновен, Иисус говорит, а мы, как бы, да, то Бог судья праведный написано, правильно, да? То есть говорится о Его мотивах. Он судья, и должность Его судья, а сердце Его праведное. Вот это тоже отделяет ропотника от человека, который говорит, что-то обличает по-настоящему. То есть мотив человека, который обличает, он не показать свою значимость, не показать, ты грешник, а я праведник, не показать, что ты вот, я такой крутой, все знаю. Или не высмеять его перед всеми, показать, что вот смотри, ну какой, а вы думали там, да, праведник. Мотив человека, который обличает, только благо ему. Поэтому он будет искать, как обличить. Он не хочет ни специально его не подставлять, ни еще что-то. Но если у него мотив неправедный, то он осуждает. А ропотник, это вообще человек, который, по сути дела, его осуждает, но приписывает ему еще вину за свое состояние. Он же ропчет, он говорит, ты такой-сякой, да ты еще в том виноват, что я вот так вот, ты меня соблазнил, что я живу так. То есть это не просто осуждение, да? Это осуждение и приписывание человеку своих неудачных, как бы своей неудачной жизни. Это вдвойне, на самом деле, осуждение, я считаю. Потому что человек может, я могу подойти к Ивере и сказать, Ивер, слушай, ты вот вообще, что за это, я тебя, блядь, ты вот так сделала, сделал, да? Ну моя жизнь как бы, а я прекрасна. Ты вот такой, а я вот прям прекрасна. А могу сказать, слушай, ты вот так сделала, я посмотрела на это, пошла, то же самое сделала, и меня поймали за руку. То есть мало того, что ты грех, ты меня, моя жизнь испортилась. Может ли ропот быть полезным, как вы думаете? Я считаю, нет. Нет, ропот всегда не полезен. Никогда. Ропот это не полезен. Потому что ропот это действие. Когда действие совершается несколько раз, оно входит в привычку. Когда это создает привычку, это формирует наш характер. А характер формирует судьбу. Если мы начинаем, если мы один раз допустили какое-то действие, и мы не обличились Духом Святым, и не вышли из этой ситуации, мы начинаем это повторять. А потом удивляемся, почему в нашей жизни постоянное отсутствие Божьей благодати. Мы все время в печали, и она абсолютно не обогащает. То есть это благодать не Божья, это благодать от принца этого мира. Да, а Иисус сказал, что вот идет принц этого мира, но во мне он не имеет ничего. Вот мы должны стремиться к тому, чтобы принц этого мира в нас не имел ничего. Ропот это ропот на него. Да, друзья, тема такая серьезная у нас. Вот то, что привычка, а верить когда-то классно. И люди нам пишут, люди нам пишут, уже я вижу, что кого-то очень сильно напрягают люди, которые жалуются. Кто-то пишет нам молчание, золото. Лучше молчать, да. Знаете, мы можем молчанием скрыть ропот от людей, но от Бога мы никогда не скрым. Потому что мы ропщим в сердце, даже если мы молчим. Вот некоторые говорят, я такой, я не ропщу никогда, я нет. Я, слава Богу, что я не тот фарисей. Вот типа того. Или не тот мытарь, да. А внутри там, ну, ропщим все равно. Внутри есть недовольство. Бог-то, Он на самом деле, Ему все равно, что мы говорим. Мы можем говорить все, что угодно. Мы должны веровать в сердце и устами исповедовать. То, во что верим. Таким словом, вера, это решит вопрос с ропотом. Не вера, а отсутствие ропота в сердце. То есть, я когда... А как отсутствие? Вот оно есть. У всех же есть какое-то недовольство кем-то, чем-то. Да, ну, ты говорил, да, что меня обидели. Да. Я вот к себе один раз применил этот. Вот, ну, что, что тебя обидели? Скажи мне, вот ты своего... Я к Богу отношусь как к отцу. Я же прожил всю жизнь без отца, у меня другого отца нет. И я... А сколько раз я его обижал? Он же меня принял в тот момент, когда я пришел, сказал, прости меня, и он простил просто. Взял и простил. Это я сам себе напоминаю про свои грехи, а он-то давно мне уже их не напоминает. Почему, если меня обидели, я должен постоянно про это вспоминать? У меня попросили прощения? Замечательно, я простил. Не попросили прощения? Просто прости, и все. Потому что, ну, вот ты его не прощаешь. Ты же себя держишь в этой тюрьме. Ты же об этом думаешь. Ты постоянно тратишь на эту энергию, время, силы свои. У тебя мозги заняты этим, вместо того, чтобы заняться тем-то, что Бог прославляет. Все просто. Оно непросто, но это надо делать. Это надо делать. Оно непросто, но это надо делать. Я тоже еще хочу об обиде. Скажите, как я с обидой? Это уже после перерыва. Мы помолимся за вас, дорогие. Спасибо за ваши отзывы. Все, что вы пишете. В третьей части мы обязательно к вам вернемся к отзывам и поговорим, еще отвечая на некоторые вопросы. Мой вопрос для вас, напоминаю, как реагировать на ропы других. А мы молимся за вас, Мария, Марина, Милена, Ирина, Софья из Грузии, из России, Марина, Светлана, я не вижу, откуда вы, Любовь. Инна из Туркменистана, Антонина, Ирина, все вы просите за сыновей, за себя, за здоровье Марии, за исцеление сосудистой системы у мамы. Отец Небесный, мы полагаемся на Тебя, Господь, за всех этих дорогих Тебе людей. Мы провозглашаем, Господь, Твое исцеление от артроза, Господи. Мы молим Тебя, Господь, о Твоем благом, угодном, совершенном муже для тех, кто нуждается, Господи, кто просит сейчас молиться за мужей от Бога. Мы молимся, Господь, чтобы люди, о которых просят, чтобы они приблизились к Тебе, чтобы они приблизились к Тебе, Господи. Мы молим Тебя, сними эти бремена, Господи, тяжкие бремена, с которыми люди ходят, Господи. Мы молим Тебя, Господи, во имя Иисуса Христа, за Софию. Она просит молиться за всю семью. У нас ропот в доме уже 20 лет от мужа. Он болеет уже очень, помолитесь за исцеление его и меня. Отец Небесный, мы молим Тебя, Господь, исцели Софию, мужа ее. Мы молим Тебя, Господь, за всех, за всех, за Инну, за исцеление детей Виктории и Стефана. Мы молимся, Господь, за Ирину, Марию, Наталью, Галину. Мы провозглашаем Твое решение для Дианы. Мы молим Тебя, Господь, чтобы Твоя благодать, Господь, явлена была для каждого, Господи, в исцелении, в прощении, в свободе от ропота во имя Иисуса Христа. Мы полагаемся на Тебя, вверяем в Твои руки наши ситуации, наше обстоятельство. Верим Тебе, Господь, верим Тебе, что Ты избавитель наш во имя Иисуса. Аминь, дорогие. Мы прервемся на несколько минут и продолжим. Пишите, отвечайте на вопросы. Мы будем буквально через несколько минут опять в прямом эфире. Друзья, хочу рассказать вам одну историю. Когда церковь растет, обычно происходит следующее. Мы сталкиваемся с проблемой помещений. Помещение, в котором мы находились, нуждалось в переоборудовании. И мы, соответственно, готовили весь пакет документов для того, чтобы получить разрешение на переделки, которые необходимо было сделать. В этом пакете документов необходима была подпись директора обслуживающей компании, которая обслуживает наше помещение. Но он всячески препятствовал. Мы молились, взывали, постились, обращались к нему. У него всегда были какие-то претензии. И он всегда ставил палки, то, что называется палки в колеса. Когда мы двигались вперед, мы не могли ничего сделать в этом вопросе. И вот однажды я захожу в помещение обслуживающей компании. И открывается дверь, и заходит директор. Увидев меня, он приглашает меня к себе в кабинет. Когда я сел против него, он посмотрел на меня и говорит, «Послушайте, совсем недавно я купил путевку и прилетел с женой в Таиланд, чтобы отдохнуть. И вот я с чемоданами захожу в свой гостиничный номер. Я бросил чемоданы, здесь пульт, я нажимаю кнопку, включаю телевизор. И прямо во весь экран я вижу вас. Я подумал, вот это да! Каким это образом он оказался здесь, по-русски проповедующий, здесь, в Таиланде». Он говорит, я прямо и сел вместе со своей женой. Мы просидели всю передачу, прослушали всю вашу проповедь и были просто шокированы. Вы говорили так проникновенно, прямо к нам, прямо как будто бы я и вы вместе находились в одном помещении. И никогда не знал, чем вы занимаетесь. Вы знаете, я пригласил его в нашу церковь. Я сказал, приходите, каждое воскресенье проповедую вживую, вот здесь, вот совсем недалеко от того места, где мы находимся. Мы порешали все наши вопросы. Наш офис уже сейчас совсем по-другому выглядит. А я с того времени проставляю Господа за удивительную возможность, за вот эти современные средства телекоммуникации, за телевидение, за то, что мы можем прийти прямо к вам, в вашу квартиру, в ваш дом. Я могу говорить прямо сейчас к тебе, к твоему сердцу. Зная, что ты и я, мы вместе, и как будто бы нет никого больше. И я прямо там, где ты находишься, могу общаться с тобой. Разве это не чудесно? Давайте прославим нашего Господа и поддержим действительности телевидения, христианской телевидения. Потому что мы можем принести Евангелие каждому человеку, просто нажав кнопку. И я здесь. И мы с тобой говорим о Боге, о вечности, о смысле жизни, и о прощении грехов, и о милости Божией, которая может прийти в твою судьбу. И жизнь твоя может быть радикально изменена прямо сейчас, там, где ты находишься. Сердце никогда не ошибается. И если в нем появилось желание сделать добрый вклад в этот мир, его нужно обязательно осуществить. Ведь желание, исполнившееся, приятно для души. Пожертвуй на ТБН, и о любви Христа узнает еще больше людей. Это очень легко сделать, где бы ты ни был. На сайте ТБН с помощью банковской карты или с помощью системы Paypal. С помощью банковского перевода в системе iBand для стран Евросоюза. Или с помощью системы быстрых переводов MoneyGram и Золотая Корона. Праведник дает и не жалеет. И не ропщите между служителями из Израиля. У них такой особенный взгляд на все эти очень тяжелые моменты. Очень, скажем так, на часть нашей с вами жизни. Вот я бы сказал так. Почему? Потому что каждый из нас наверняка роптал. Так или иначе, если вы считаете, что вы вообще никогда не роптали и не жаловались. И все у вас вот так, прямо вот так. Может быть, такие люди и есть. Я не знаю. Психолог лучше, конечно. Мне не встречаются. Но либо они наверняка не до конца искренне сами собой, я допускаю. То есть, или не знают понимания. Не знают, что такое ропот. Само, да, что такое ропот. Ну вот мы пытаемся вот как раз поговорить на эту тему. Хорошо. У нас еще несколько вопросов. И мы перейдем уже к ответам и к реакции на те слова, которые вы нам пишете. А вопрос был для телезрителей, как реагировать на ропот других. Ну вот уже часть людей высказалась. Я вижу в прямом эфире у меня целый ряд реакций, вопросов, ответов, которые вы мне пишете. Мы к ним буквально через несколько минут перейдем. А до этого давайте попробуем еще ответить. Являются ли грехами ворчание и брюзжание? Хотя уже можно ответить на этот вопрос, да, если ропот. А чем ворчание от брюзжания отличается, честно говоря? Без словаря дали, как-то мне трудно. Это вот, да. Ворчание и брюзжание, я думаю, что это часть ропота, наверное. Нет, они между собой, что ворчание, что брюзжание, это же одно и то же. Ну, брюзгой называли обычно человека, который уже пожилой такой, и вот он ходит и ворчит, и вот тапочки поставили, и вот воду не налили. Он недоволен. Он недоволен. Он недоволен. Вот недовольство, недовольство, да, вот мы с вами говорили, что ропот не может быть полезным. Вот до этого момента мы говорили, что-то Ирина хотела добавить, но уже, наверное... Пример ты говорила. Я пример, да, передумала. Ну, ты подумай, да. Вот являются ли грехами ворчание и брюзжание? Ну, я бы ответил да. Я бы ответил да, но тем не менее, я продолжаю вот этот вопрос, который я задавал. Может ли ропот быть полезным или не полезным? Вот все-таки вот этой линии мне не хватило четкой между, как бы, правильной реакцией недовольства, где-то, помните, написано так, написано так, имея пищу и питье, будем довольны тем. Вот меня в моей библейской школе учили так. Выходил пастор и говорил, имея пищу и питье, будем довольны тем. Если не имеешь, не будь доволен. То есть делай что-то с этим, не будь доволен и добивайся того, чтобы хотя бы пища и питье была. Ну, вот, Жень, ты же сейчас... Ты же, Жень, вот сейчас мы... Действительно, вот ты отвечаешь на этот вопрос, понимаешь, да? То есть не ныть, что у тебя нет... Вот ты сидишь, ой, у меня нет пищи и питья, у меня нет, да? Это называется недовольство. Это действительно... Ну, что оно сеет, да? Если человек приходит ко мне вот заодно на вопрос, как реагировать, да? Я могу выслушать его, да? Но если он мне говорит... И второй раз он мне то же самое, я говорю, послушай. Если, например, он просто так мне говорит, я просто перестаю слушать, да? Но если он приходит и начинает, вот, что делать, они так себя ведут, что-то такое и так далее, то я его обязательно начинаю задавать вопросы. Вот ты сейчас мне это рассказываешь. У тебя какая цель? Зачем? Хочешь, чтобы я помогла тебе какие-то выходы найти? Давай тогда будем смотреть конкретно продуктивно. Ну, хорошо. Ну, хорошо, вот к этому, вот к этому моменту. Вот я прихожу и говорю, что у нас в стране творится, что этот Нитаньягу делает, и ты-ты-ты, моя жизнь никак не изменяется, мы за него голосуем, а он до нас не кричется. Это его сомненно можно сказать. Я тебе скажу, Жень, подожди, подожди, хорошо, я тебе скажу так. Да, вот я тебя прям так возьму, скажу, Жень, слушай. Жень, ну, да, я согласна, что много того, что, ну, надо изменять в стране, ну, вот ты сейчас, когда мне это все рассказываешь, как бы, да, зачем? Я жалуюсь, чтобы мне стало легче, ты психолог, ты должна мне помочь. Нет, ты пришел ко мне, как психолог, я тебе, это другое уже. Почему? Ты мне должен заплатить, как психолог, я тебе помогу, я найду способы, понимаешь, да? То есть я должен заплатить за это время, да? Чтобы, пожалуйста, все, заплатил. На самом деле, да, сейчас я просто скажу, в смысле, да. Да, да, смотри, я на самом деле, действительно, я, во-первых, я выслушу, скажу, да, я понимаю, вот это все такое. А потом я просто действительно начну тебя спросить, Жень, ну, давай, ну, смотри, ты это говоришь, ты это говоришь много раз, да, ну, тебе же от этого тяжело, тебе, смотри, какая атмосфера существует, что ты сеешь, других настраиваешь, да? А скажи, ну, что можно, как это в твоей жизни, да, отражается? Как, да, твоя жизнь зависит от того, что происходит там, да. Ты можешь делать свое дело, ты можешь повлиять на то, чтобы это изменить? Если ты не можешь на это повлиять, молись, там написано, молитесь все время, чтобы жизнь спокойная была, все нормально было, да? Вот, то есть, делай то, что ты можешь повлиять, это конструктивно, давай посмотрим. Ну, вот это то, что я сейчас воспроизвел, это ропот? Ропот, да, это жалоба, жалоба на... А как они приходили на Моисея жаловались, точно так? Ну, это осуждение, ропот. Это, будем так говорить, начало ропота. Это еще не ропот, это начало ропота, почему? Потому что я бы поделил... Это потому что ты тоже так делаешь, да? Нет, нет, я бы поделил в данном случае, это из опыта, опять же, моего общения с теми, кто приходит консультироваться у меня. Поделить нужно все, что происходит, на две вещи. Вот, что находится в зоне твоего контроля, что находится вне зоны твоего контроля. Например, что тебе мешает в Нетанео, грубо говоря? То, что против него есть какие-то суды? Как это относится к твоему личному благосостоянию? Да, никак. Он не заботится об экономике. А чьей экономикой он не заботится? Он, например, министр государства, он заботится об экономике государства. Это макроэкономика. Твоя экономика, экономия, да, или экономика, она микроэкономика. Вот человек ко мне приходит и говорит, он не заботится о моей микроэкономике. Перестань брать ссуды, перестань врезать в новые долги, пересмотри свои финансовые дела, обратись к финансовому консультанту, наладь свою микроэкономику, и ты увидишь, что то, что выбрали Нитаньяу, или выбрали ему Широбиновича, или кого-нибудь там еще, вообще никак не влияет на твою микроэкономику. Отлично. Как разглядеть в себе корни ворчливости? Или робота, или вот то, о чем мы говорим. Вот какие рекомендации у вас человеку, как ему в себе заметить это? Потому что это очень хороший момент. Я бы на вашем месте сделал то же самое. Я бы прежде всего взял и очертил круг вокруг этого человека, что он делает для... Потому что эти люди, где-то там находящиеся, они никак... То есть как они влияют на туда? Кого бы ты ни выбрал, все равно твоя жизнь никак не улучшится в этом случае. Может немножко на толику, но большая часть зависит от твоих решений, от твоего окружения. Вот так. Еще раз повтори просто вопрос. Как разглядеть в себе корни ворчливости? У меня очень простой ответ на этот вопрос из того, что мы сейчас здесь говорили. Как только я начинаю обращать внимание, что я ищу виноватого в том, что происходит, это уже семя, которое посеяно. Нету виноватых. Есть ситуация, мое к ней отношение, и что я с этим дальше буду делать? То есть нету виноватых. Кто мне виноват? Да, там, мне выпили, мне не сказали, меня откусили, мне не додали, мне не объяснили, мне не рассказали. Это опять поиск виноватых. Моя ответственность в чем заключается? Я должен взять стопроцентную ответственность за свою собственную жизнь и делать максимум, что от меня зависит, максимально хорошо. А все остальное Бог доделает сам. Это мы видим на протяжении всей Библии. Никто не мог, царь Давид, самый, я думаю, ключевая фигура Ветхого Завета, даже не Соломон, именно царь Давид, он делал просто все, что он считал максимально нужным сделать в данной ситуации, а остальное все отдавал Богу. Он не мог повлиять на своих врагов, он не мог повлиять на ситуацию, он говорил, вот я сделал, а ты доделай то, а ты сокруши кости, а ты сокруши тост. И Давид был по сердцу Божьему, почему? Потому что он делал максимум того, что зависело от него максимально хорошо, Бог устраивал все остальное. Ты думаешь, все могут так, как Давид поступать? Все не могут, но почему не стремиться к этому? Почему не совершенствовать себя до того, чтобы как бы пытаться называться человеком по сердцу Божьему? Почему нет? Понимаете, я вот как бы имею медицинское образование и проходил практику в том числе и в роддоме, я не видел, вот когда женщины рожают, что возле женщины роженицы стоит ангел с такой, знаете, у него этот, как он называется, планшет такой, да, и там, ага, вот это родился Давид, а вот это родился царь, а вот это неудачник. Нет такого. Ты такого не видел? Не видел ни разу. Все рождаются одинаковыми. Что мы дальше делаем со своей жизнью, во многом зависит от нас. Я думала, ты другой пример привезешь, знаешь, какой? Какой? Тоже здесь подходит. Я думала, ты не видел ангела, который стоит планшетом и нажимает кнопочки, когда женщине тужатся, и нажмет, и она тужится. То есть она все делает сама, то есть свою часть она выполняет 100% хорошо. Тот, кто не рожает в данный момент, он совсем на других вещах думает просто, понимаете? Ну, ребята, да, я... То есть, на самом деле, вот тоже пример, в этом плане тоже, да? То есть она все, ангел стоит, охраняет, и свою часть там где-то покрыть что-то, да? Но свою часть она предельно должна хорошо сделать, чтобы все было. Было же классно вот так прийти женщине, да, в родзал, сказать, родись. И он родился, так же не бывает. Ну да, у меня есть... Слушай, я еще... О родах, да, но я не буду их рассказывать, потому что я два раза был на родах. А я девять раз была на родах. Ну... Это все мои, вот у меня была у молодежной группы. Каких-то родах ты даже сама рожала, да? Ну, это я не считаю, где сама и детей, дети мои рожали, я не считаю. Это женщины, которые были в моей молодежной группе, они все выросли, и я у них на родах была у всех. Но дело не в этом. Дело в том, что вот я хотела добавить тоже признак, да, классный признак, сказала Виэль, да, вот что... Да, и я еще хочу сказать про радость в жизни. То есть вот это будьте радостно написано, радуйтесь всегда. У нас есть вопрос, да, у нас есть такой вопрос, который... Признак радости проходит. Как научиться быть довольным и радоваться жизни? Это перед тем, как мы как раз перейдем уже к нашим верующим, дорогим телезрителям, которые нам пишут ответ на вопрос, как реагировать на ропот других. Как научиться быть довольным и радоваться жизни? У вас есть рекомендации? Ну, да, как бы, ну, так... Пожалуйста. Я, например, считаю так, что если человек, голова человека занята постоянно мыслями, здесь плохо, там этот, этот сделал тот, тот и все, да, то это говорит о том, что он занят чужой жизнью, а не своей, и он не может быть радостным. И в этот момент его жизнью никто не занят, кстати. Да. То есть, если человек... Вот я делала недавно, два дня назад, вебинар на тему дать совет людям. Что значит дать совет человеку? Это значит вмешаться в ее жизнь или желать ему хорошего? Вот. Вот про эту тему я делала вебинар, в ютубе он появится скоро, вот-вот, да? Именно там вот как раз я говорила о том, что если ты занята советами другим, то ты в этот момент не занята своей жизнью. И тогда можно сказать, займись своей жизнью. Подожди, подожди, подожди. Ну, а совет... Ты же сама делаешь, ты же сама делаешь, ты же сама делаешь советы. Вот я сейчас, да, так меня попросили. Меня, во-первых, ты, вот вы пригласили меня, спасибо большое, я люблю давать советы. Вот. Меня пригласили, да, и я ответила, то есть мне сказали другими словами, Ира, мы хотим, чтобы ты дала советы, высказала свое мнение, Авель поэтому приехал, правильно, да? Вот. Я бы не приехала, если бы мне сказали, Ира, сиди просто для красоты. Я не имею в виду сейчас, я имею в виду вообще, если меня не спрашивают, не говори. Вот. Не надо давать ответы на вопросы, которых не существует. Вот, поэтому... Человеку должен вопрос в голове возникнуть. Ты что, всегда так делаешь? Ну, мы сейчас не будем о советах. Ты всегда так делаешь? Я же тут тобой наблюдаю. Я стараюсь. Да. Это к чему тоже и ропот, да, если ты в своей голове, ведь это же можно очертить, как перестать роптать и жить радоваться, да займитесь. То есть ты предлагаешь заниматься собой. Конечно. И это путь к тому, чтобы освободиться... Я занимаюсь заниматься своей жизнью. Вот что в зоне моей ответственности, тем и мне надо заниматься, о том думать, о том мечтать. И это приносит радость? Конечно. Я, например, думаю о том, как я вот сделаю это, как я то, как я... Это, конечно, приносит радость. Как моим детям помочь опять живнее. Хорошо, а неудачи. Вот Вель говорит, вот как Давид, там, Господи, сделай, я сделал свою часть, а ты сделай то и то. А вот бывает такое, раз, я сделал свою часть, а там раз и не получил ответ, и второй раз не получил, и третий. Вот есть люди, которые постоянно терпят, терпят, и они начинают роптать от этого. Не сделал Бог, или то, что он сделал, не соответствует тому, что я ожидал. Вот в чем вопрос. Или еще в процессе. Но Каин принес Богу самое лучшее в его понимании, что он думал, что Бог должен принять. Бог не принял, и он расстроился, разочаровался. То есть до Каина никто еще жертв никаких не приносил, и до Авеля. Никто этим не занимался. Ну. Понимаешь, как бы, даже если Адам и Ева это делали, то мы об этом не знаем. То есть у них не было каких-то определенных канонов того, как приносить, или ожидания от того, что я принес жертву, а мне в ответ что-то сделают, или мне что-то дадут. Я понял. Друзья, вы еще можете договорить на эту тему. Я специально беру небольшой зазор, и хочу прочитать сейчас то, как люди реагируют, и как они задают вопросы здесь тоже. Мы попробуем, может быть, разъяснить даже с того, что мы уже говорили. Значит, вопрос, вы помните, какой он звучал, как реагировать на ропот других. И помимо этого мы с вами можем увидеть, что нам люди пишут, а вы уже отреагируете на отдельные какие-то мысли. Итак, Николай, я поддерживаю. Ага, это из другой серии. А Рузана, не надо жаловаться и ропота, а надо молиться нашему Богу. Вот такая рекомендация. Гиганты хватает. Я говорю, что молиться надо. Расскажи своим проблемам о своем Боге. Вот такой вариант. Валентина в универе постоянно ноет, как старые бабки, а я перевожу все в шутку. Серый, какой-то серый, да. Только лишь вразумлять словом. Татьяна, если вы не ноете, вы свободны, отойди, не мешай человеку позориться. Наш Бог против ропота. Вот такой ответ. Марк, понять и простить. Хотя я сам такой довольно часто, но когда видишь ропот других, верный способ молиться, чтобы Бог дал мудрость и кротость. Хотя, если честно, сам иногда такой. Вот признается нам Марк искренне. Рима посочувствовать, а потом сказать слова надежды. Александр, я перевожу тему, я перевожу тему, я перевожу тему. В смысле, три раза переводят тему? Нет, нет, я просто у меня из-за интернета просто прыгает текст, и поэтому я теряю. Ну, я думаю, что я найду, я найду. Понять, простить, это было. Так, я перевожу тему. Давно такое правило взял для себя, не хочу слышать нытье. Ну, люди не любят нытиков. Любят, они точно психологами не станут, я думаю. Светлана, спокойно молиться за них. Екатерина, иногда бывает критика, причем хорошая. Не нужно ее называть ропотом, нужна мудрость. Вот такое мнение. Вот такое мнение. Ропот – это недовольство, Елена пишет, а значит, нет упования на Бога, доверяя ему. Главное – не попасть под это влияние. Вот интересно. То есть общаться, соприкасаться, но не давать этому влиять на себя. Валентина, ропот – значит, жаловаться. Правильно, это я уже зачитывал. Зоя, как радоваться и не роптать, когда приходят испытания. Вот такой вопрос зафиксируйте, может быть, вы ответите на него. Любовь, надо ли выслушивать людей, которые жалуются. Хороший вопрос. Не знала, ропот – это грех. Не поняла, ропот – это грех. Вот Валентина задает, но я думаю, что вы уже поняли, что это грех. Александр, жаловаться Богу – это разве плохо? Нет. Алексей, как справляться, если хочется жаловаться? Честно признаться, бывает, накатывает. Вот на это мы должны ответить. Мне кажется, что в тайной комнате можно пожаловаться пред Богом. Это не ропот. Елена пишет. Молчание золото, говорит Укран. Артем, меня сильно напрягает, когда люди жалуются. Ольга, спасибо за важную тему. Как реагировать на ропот и обвинения ропотника. Вячеслав, Вячеслав пишет неубедительно, вот так он пишет. Елена, когда приходит ропот, я беру свой блокнот, где записаны все обещания Бога для моей жизни. Это помогает. Валентина, может, неуместный вопрос, но Иофф тоже роптал на Бога. Или это не ропот, Алексей? Также скажите, чем конструктивная критика отличается от ропота? Мария из Латвии, Иофф тоже роптал. И это не ропот был? Вот вопрос. Ну давайте попробуем. Я забуду. Да, я забуду. Во-первых, критики не существует конструктивной. Критика это всегда разрушительное явление. Потому что критика это изначально поиск чего-то нехорошего. Назовайте это как-нибудь по-другому. Называйте это критикой. Но люди... Есть такое понятие, конструктивная критика. Нет, она всегда деструктивная. Ты это не изменишь, оно просто есть. Оно есть, но не надо критиковать. Критика это когда я прихожу и говорю, у вас тут плохо. А что надо делать? Когда я прихожу к человеку и говорю, ну, то есть, я вижу, что там плохо, да? Но если я ему скажу, у тебя тут плохо... Он и сам знает, что там плохо. Он и сам, скорее всего, знает, что плохо. Выход покажи ему из этой ситуации. Вот это имеется в виду понятие конструктивный критик? Это не критика, это помощь. Я прихожу и говорю, смотри, я могу вот здесь и здесь. Он не хочет этого слова воспринимать, потому что когда я идти куто. Конструктивная критика ему не нравится. Не нравится мне, да слушай, я считаю, критика всегда разрушающая. Я приду к человеку, если я действительно хочу помочь. Ты не любишь критику? Не люблю критику. Я люблю, когда ко мне приходят и говорят, смотри, ты же знаешь, что у тебя вот здесь вот существует пробоина? Я говорю, давай ее завлатаем. Вот это как бы мне больше поможет. А как это значит обличение? Это другое, это не критика. Нет, это похоже на критику. Обличение не похоже на критику. Обличение не похоже на критику. Давай так, у нас с тобой возникали различные ситуации, когда ты ко мне приходил и говорил, смотри, вот здесь и здесь ты делаешь неправильно. Я это с удовольствием принимаю. Не так много этих случаев было. Не важно, даже если это будет один случай. Это была конструктивная критика? Это не критика, это обличение. Когда ты приходишь ко мне и говоришь. Ты покаялся? Ну, а как ты считаешь? А почему ты принял тогда, если это, как бы, вот это же тоже он тебе сказал? Это вот это неправильно. Почему я принял? Я объясню. Я еще раз вернусь к тому, что я сказал. Он пришел, сказал, что это неправильно. Мне кажется, тебе нужно делать вот так, вот так и вот так. Я не помню этих моментов. Рыба не видит аквариум, в котором она живет. Нужен взгляд со стороны. Я всегда готов видеть взгляд со стороны. Если он меня строит. В смысле, не строит, равняясь смирно, а в смысле, добавляет что-то к моей жизни, то, что как-то улучшает мое понимание и мировоззрение. Если ко мне приходят и говорят, послушай, у тебя вот здесь, сегодня есть плохо, ты знаешь об этом? Я говорю, знаю, и как это меня меняет? Покажи мне направление, покажи мне, что мне нужно сделать. Я с удовольствием приму обличение, приму совет. Но просто вот замечание у тебя тут и тут плохо, я считаю, что это неконструктивно. Но знаешь, как Библия говорит, мудрый человек даже с критикой может воспринять. То есть мудрый человек может... А кто сказал, что каждый из нас в достаточной степени мудрый, чтобы с критикой воспринять? Так в том-то и дело мы учимся, мы развиваемся. Просто важно знать, что тут можно вообще закрыться от любой, все назвать критикой. Я очень болезненно реагировала на критику, очень. Просто вот так. Потом я поняла одну вещь, что вот эта моя болезненная реакция на критику связана с тем, что я считаю, что то, что я делаю, я делаю хорошо, и когда меня критикуют, критикуют не мои поступки, а меня лично, что я плохая. Я так воспринимала. Когда я осознала очень глубоко, что люди могут меня любить, но при этом показывать на какие-то вещи во благо мое, я стала нормально воспринимать практически любую критику. Даже если он меня не любит, человек, я подумала, хорошо, не любит, а мне от этого ни холодно, ни жарко. А вот то, что он сказал, я подумаю над этим, может, это действительно во мне есть. То есть вот. А насчет понятия я вот считаю, что критика, мне тоже не нравится слово, но просто оно уже сейчас в обиходе, понимаешь, вот эта конструктивная критика, она везде используется. А вот чем ты заменишь это слово? Ну, хорошо, конструктивная критика отличается от ропота, чем духом или тем. Ропот это просто ропот, а критика это человек приходит с добром к тебе. Ну, совет он называет. Ну, да, совет, я бы сказал, совет, помощь какая-то, я не знаю. Хорошо, называть это критикой, но должен быть какой-то выход. Когда я прихожу и говорю, смотри, все плохо, зачем ты мне это говоришь, что все плохо? Может быть я и сам знаю, а может и не знаю. Но если все плохо, должен быть какой-то выход из ситуации? Мы же должны совместно... Когда я прихожу и говорю, давай помолимся за ситуацию. Вот ситуация такая, я не вижу выхода. Это не ропот, я не вижу выхода, пусть Господь мне покажет, давай помолимся. А когда я прихожу, а вот все плохо, и вот я не знаю, что делать, и вот давай вот я с тобой делюсь, что ты понимал мою ситуацию, а нужно ли мне понимать твою ситуацию? Потому что Бог все-таки, Он же в России. — Окей, это хорошее. — Можно я скажу это слово? — Да, вот я хочу, чтобы ты сказала слово по поводу «если тебе жалуются». Нужно выслушивать человека? — Да. Вот я сейчас скажу, но перед этим все-таки, иначе я забуду. Я отнесусь к тому, что один человек написал неубедительно. Это вот как раз вот эта ситуация, да, очень-очень показательно. Люди ищут, чтобы их переубедили, понимаете? То есть вот они приходят вот даже, им нужно как, чтобы вот он пришел, человек, ко мне, и вот он вот так вот делает и считает это нормальным, да? А я должна, если это плохо, с моей точки зрения, я должна переубедить его, чтобы он начал думать по-другому. И вот это вот здесь кроется совершенно неправильный посыл. Потому что вот намерение человека, который говорит другому с благом, у него нет намерения переубедить и доказать. — Да это даже не свобода. — Да. У него есть, у человека есть намерение, вот когда я сейчас говорю, мое намерение не убедить абсолютно. Я думаю, что мы никого не убеждаем. — Почему? Мы его пытаемся убедить. — Нет, нет. Вот мое намерение, когда я консультирую людей, когда вообще мое намерение перенести человеку в жизнь, какое-то лучшее изменение, с моей точки зрения, конечно. Я не хочу его переубеждать, я хочу показать, как я думаю, вдруг это ему поможет. А для убедительности хватит только одного места в писании. То есть вот не нужно делать эфир на три раза по 30 минут. Вот открыть писание и прочитать, как Бог относится к ропотникам. И он сказал, что они ропщут, и погубил он этих ропотников, там, столько-то человек, да, и не вошли они из-за того, что роптали. — Это достаточно, да? — Конечно, вот если человек верит в Бога, вот тебе отношение Бога к ропотам. — Вот убедительно. — Вот это вот, все, больше никто никого еще не должен убедить. — Я считаю, что Бог призвал нас к свободе, Иисус пришел, чтобы нас освободить. Отсутствие необходимости кому-то что-то доказывать, естественная свобода. — Хорошо, давайте, а то мы прицепились к этому, да, неубедительно это такое дело, а тут главный момент такой. — Выслушивать или нет? — Да, выслушивать, да. — Смотри, когда человек к тебе приходит, и ты его не знаешь, пришел к человеку, хочет ли делиться с тобой, так плохо все. Но я вам скажу, дух ропотник, он сразу улавливается духовным человеком. То есть одно дело, пришел человек и говорит, слушай, мне в жизни тяжело, вот здесь мне не дали пенсию, здесь не дали зарплату. Как им, я говорю, да, давай, слушай, хорошо, да, тебе тяжело, я понимаю, выслушиваю. Да, сострадаю, я же понимаю, что это тяжело, обидели человека и так далее. Дальше я говорю ему, послушай, давай посмотрим, хочешь, я тебе помогу, давай посмотрим, как это можно решить. Что в твоей жизни это меняет, и что можно конкретно сделать. Если человек говорит, ну да, я молился, все это бесполезно, это первый признак. Мне бесполезно, я много раз ходил, знаю я, все это бесполезно, да. — Простите, что я переливаю, но вот как раз ключевой момент сейчас ты сказала, что если ты хочешь, чтобы я тебе помог, вот если человек не хочет, чтобы я ему помог, и просто приходит меня вовлечь в свое вот это вот состояние сострадания, я не хочу. Потому что я как бы хотел бы помочь, но опять же, что я могу сделать, да. Если человек сам уже что-то сделал, у него не получилось, тут один ответ. Все, что невозможно человеку, возможно Богу. Если он хочет, чтобы я ему помог в... — Друзья, бывают ситуации, когда за один, за один, за 45 минут человеку не поможет. — Не поможет. — Надо нести целое время. — Вопрос опять же, что он хочет в результате получить. — Да, это не всегда, и вот это распознание духа, ропота, это тоже бывает не попадает. Ты можешь пересудить. Я спрашиваю, с какой целью ты мне это сейчас рассказываешь? Ты хочешь помощи, ты хочешь сопровождение, душпопечения? Чего ты хочешь от этого? Просто вот сказать, как тебе плохо? — Ну, не знаю, Вера. — А почему... Вот смотри, Жень. — Не знаю, друзья. — Вот когда человек приходит и тебе рассказывает... — Не убедите. — Не убедите. — Человек рассказывает. Смотри, бывает так, что человеку ему надо выговориться, да? Бывает такое, правда. — Конечно, ему надо выговориться. — Надо, он пришел, да? Хорошо, он выговорился. А потом ты слышишь от другого человека, что ему он тоже выговорился. И третьему выговорился. А через месяц он приходит и то же самое опять, то же самое выговорился. — Ну, вы берете крайние ситуации. — Нет, нет. — Бывают разные. — Мы как раз об этом говорили. — Мы говорим об одном, но тоже сыры только с разных столб. — Человек, который в ропоте, он будет всегда выговариваться, понимаешь? — Друзья, что вам сказать? Что вам сказать на этом? — Полиция. — Я вам скажу так, что, конечно, мы не ответим на все вопросы. Не обольщайтесь. Но мы пытаемся, да, мы пытаемся, мы что-то до вас пытаемся донести. Опять же, я думаю, дорогие, апостол Павел говорит такие слова, он говорит, «Не хочу оставить вас в неведении о том, что все пили духовное молоко, пили воду, то есть были крещены в облаке, в Моисея и во всем остальном, но Бог не о многих из них благоволил». Помните, да? Вот благоволение, вроде мы говорим, и он переводит вот эти образы для нас, достигших последних веков. И там перечисляется блудея, там перечисляется делопоклонство, искушение Христа, машеха, да, и в том числе ропот. Они были ропотники, ничем не довольны. То есть, все это показывает на то, да, мы живем в век, когда Христос умер и воскрес, да, уже в Новом Завете, но тем не менее, Павел это привязывает уже после воскресения Христа, и он говорит, «Это остается для вас семаном, знаком, знамением, чтобы вы не были такими». Поэтому, если кто-то из вас наблюдает за собой, да, вот мы пытаемся говорить, но правильно бы сказать, что каждый из нас может найти себя вот в таких грехах. Конечно. Либо в голове, либо в сердце, либо где угодно. Поэтому, говоря об этом, мы не просто выделяем ропотников отдельных. Мы хотим сказать, что мы все в этом либо были, либо есть, либо... Либо будет еще. Либо прорывается. Поэтому мы молимся и просим сейчас благодати Божией, чтобы он помог нам в себе обнаружить это, и избавиться от этого, и жить духовной жизнью, идти за Духом Святым, чтобы освободиться от этой всей гадкости нашего бренного тела, которое тянет нас непонятно куда. Я хочу помолиться за людей, которые сейчас проходят сложные ситуации по части здоровья. Помолись, брат, поведи нас, да, поведи. Я хочу вам сказать, что, прежде чем я помолюсь, я хочу, чтобы вы задались целью, как я задался целью в свое время, ищите свидетельств славы Божьей в своей жизни. Потому что, когда Иисуса спрашивали, почему он слепой, он согрешил, или, может быть, родители его согрешили, он говорит, никто не виноват в этом, а это для того, чтобы явились дела Божьи. То есть, ищите всегда свидетельства. Мы победили кровью Агнца и словом свидетельства своего в данном случае. Ищите свидетельства славы Божьей в своей жизни. И за это я хочу молиться, чтобы Бог открыл вам глаза мудрости, чтобы вы это увидели. Господь, я благодарю Тебя за каждого человека, который сегодня пришел, жаждущий узнать о Твоей славе в своей жизни. Я молюсь сейчас, потому что Ты высвободил через меня сверхъестественное помазание свидетельствовать людям, которые не верили, что исходом такого заболевания может быть просто полное исцеление. И я просто прошу Тебя, чтобы это помазание, которое Ты излил на меня, Господь, не на то место, где я исцелился, но в 40 раз больше на тех, кто сегодня жаждет этого, Господь. Пусть эта слава Твоя явится через них в 40 раз больше, чтобы это было явным свидетельством не только в их жизни, не в жизни верующих, но и множество неверующих вокруг них, потому что Ты, Господь, исцеляющий. Мы стоим на Твоих обетованиях. Господь, и дай просто открой эти глаза мудрости, чтобы увидеть эти свидетельства, собранные, может быть, по крупицам из мелочей, но явные, которые действительно показывают Ты, Господь, который держит все в своих руках и никогда не имеешь планов ни против своего народа, ни против своей церкви, Господь. Мы благословляем Тебя, благословляем Твое великое и святое имя, превозносим его превыше других имен, и именем этим мы просто провозглашаем полное исцеление на каждого во имя Иисуса Христа. Аминь. Господи, мы благодарим Тебя, я благодарю Тебя за это время, когда мы могли делиться, Господь, когда мы могли молиться, мы могли доносить друг для друга наши взгляды, Господь, и Слово говорит, что действительно вы являетесь искусной. Пусть для каждого человека, Господь, выявится истинно в этом разговоре, Господи. Пусть каждый возьмет то, что ему необходимо сейчас, Господи, что ему нужно. Я прошу Тебя, благослови души людей, Господь. Пусть радость, Господь. Пусть, Господь, этот мир Божий, который превыше всякого ума. Он, Господь, наполнит людей, Господь, мир Божий, мудрость Божия, Господь. Я прошу Тебя, дай нам каждого дерзновения. Искать прежде всего мудрости, искать прежде всего Царствия Божьего, Господь, Твоей славы, Твоей силы, Господь, Твоей любви, чтобы пришло это, Господь, желание, а как огонь, этот огонь, чтобы он убрал, Господь, он сжег все, что мешает увидеть эту славу, все, что мешает, Господи, действительно возблагодарить Тебя от всего сердца, Господи. Да будет придет Царство Твое в жизни каждого человека, Господь, на его месте, как на небе, Господи. Отец Ебесный, мы приносим перед Тобой все наши терзания, беспокойства и ропот, Господи. Мы вверяем все в Твои руки, мы отдаем, Господи. Мы просим Тебя прости, когда мы не могли в тяжелое, трудное время сдерживаться, Господи, жаловались или жалуемся. Помоги каждому, кто сейчас находит себя в этом, Господи. Дай благодати Твоей помощи и сил Твоей, Господи, сил, чтобы эти люди нашлись на стороне добра, на стороне, Господи, где Дух Твой действует и помогает, и подкрепляет нас в немощах наших. Потрепи каждого, Господи. Ты не отвергаешь никакого человека. Ты принимаешь каждого и выправляешь, исцеляешь, Господи, внедряешься в каждую ситуацию. Боже, коснись и исцели от этого ропота каждого, кто нуждается. Благословляем абсолютно всех, кто нам пишут, и просим Тебя, чтобы Твоя сила и Твое благоволение простерывалась через Иисуса Христа для каждого из наших дорогих телезрителей во имя Иисуса Христа. Аминь, дорогие. Пусть Господь вас благословит. Спасибо, что были с нами. Субтитры подогнал «Симон»